Купил новые тапки. 100 флипов. Гейму скейт. А шкурка у меня новая. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале FinSkate. Меня зовут Ференс. У нас немножко на улице похолодало. Несколько дней назад буквально было 28 погода. Сейчас уже где-то, наверное, градусов 6-7. В куртке, в шапке. После такой шаги, конечно, неприятно. Такое похолодание. Ну, что делать? Зато мы катаемся. Видос будет посвящен тому, что я купил новые тапки на тест. Ну, вообще не на тест, а просто катку, потому что мои супер старые Adidas порвались. Я пошел в местный магазин одежды, можно сказать, в супермаркет. И увидел там тапочки, кеды для скейтборда. Ну, наверное, для скейтборда. Ну, в общем, сегодня мы это проверим. Сделаю в них 100 флипов. Ну и просто покатаемся, и я расскажу, что да как. Тапочки, в общем, они без названия, без ничего. Плотская подошва. Тут такая вафелька. Здесь просто замша, тоненькая-тоненькая. Внутри очень уж очень тонкая стелька, плюс она приклеена. Мне приходится вот эти мои старые хамокевские стельки ставить. И теперь тапок немного получше. Плюс моего размера не было, то есть 43,5. Пришлось взять 44. Единственное, что радует в этих тапках, то что шнурки находятся немного дальше. Не как обычно на всех китайских, вот здесь вот, а чуть дальше. Они такого формы слепонов сделаны, только со шнуровкой. Ну, в принципе, в них удобно, комфортно. Я там, допустим, одни белые мерил. Они были такие прям большие, здоровые, как галоши. Мне они не понравились, потому что вот эти полегче, прочнее будут, если вот тут вот при условии клеить клеем. Мы же не в ладосы, мы и за платками покатаемся. А шкурка у меня новая. Ну, как новая. Вот эти вот фрагменты я вклеил, потому что моя старая шкурка, ее уже два месяца примерно, и она вообще не цепляет. Вот это она уже пожестче, и кататься будет более проще. Доска не будет выскальзывать. Но зато для тапа явная смерть на такой шкурке кататься. Так, встаем. По ощущениям пока что, да вроде обычно, просто непривычные тапки. Ну, давайте Оли. Ой, вообще непривычно. Шовет. О, шовет, цепляет. Хорошо. Давайте сразу кикфлип, посмотрим, как вытянут. Ой, а кикфлип не получился. Недавно посмотрел фильм, который выложен на трешере от компании Рил Скейтбордс и переведен русскими ребятами из скейтшопа Ди Сая. Скейтеры всегда должны были сами о себе заботиться. Почему у какого-то, например, Чеда есть все условия и 15 полей для софтбола? А вот стоит Тимми, который, хватаясь за возможность, катается на какой-то сраной парковке, делая всякие грайнды и вместе с этим себя счастливым. Ведь это все, что у него есть. Ребята пытаются построить свой скейт-парк. У них это не получается. Буквально на следующий день его ломают. Потом строят еще один скейт-парк, его через месяц ломают. Интересный и мотивирующий фильм в том, что мы с ребятами даже не можем скинуться и сварить перилу, чтобы кататься лично для себя. А ребята строят большой скейт-парк, вкладываются своими средствами, своим временем. И очень этот фильм вдохновляет, поэтому советую вам посмотреть его тоже. Ссылочка в описании на канал Desire. Подпишитесь, также у них много разных озвучек классных выходит. Советую, друзья. Переходим, смотрим вниз. Немножечко размялся. К тапкам я, ну, пока еще не прикатался. Попробуем сейчас сделать несколько флипов. Один уже я сделал в них. Давайте продолжим. Два, три. Наверное, я не буду вставлять все попытки кикфлипа, потому что видео затянется и будет слишком скучным. Поэтому я поставлю одну дорожку, в которой я сделал максимальное количество флипов. Десять. Подряд десять флипов. Классно, стабильность. Пятнадцать флипов есть. Пятнадцать. Тебе пять. Девятый. Девятый. Десятый. Десять в одно, десять в другое. Один иначе! Я это заебал читать. Я уже не буду читать. Я с тобой сам читать. Отстань в болчану, да. А он заебал, по своим липаметь. Научите меня подспиртуивать. 20 липов подряд, сейчас шнурок завяжу еще 10 27 флипов подряд Устал очень сильно, но наверно могу 50 подряд, если будет побольше сил 30 В общем сделал 30 флипов плюс 15 флипов Еще 5 флипов и будет 50 50 флипов сделано, смотрим на повреждения на тапке Так, вот здесь сточилось немножко, вот здесь начало Ну и олипэт, самое болезненное, уже завтра придется клеить скорее всего Устал делать эти флипы, сейчас играем в гейму скейт с ребятами И может быть потом продолжим, а может и нет Блин Далер всегда начинает с оли, потом фронтсайд, бэксайд и вот так вот Так, ну оли это легко Опа, я уверен в том, что Ферн задолбается монтировать Мы до 10 букв играем, а модалер заказывает все начало Да это тяжело Блин Ты издеваешься dragged, стоп Уууууууууууу Типа засыпь ты уверена, зачем нет? Типа уже первая! Найс! Биг свинг! Чего? Треха! Ты как до треха успел научиться! Никогда я ей не умею! Давай, дай легче! Вы что, ребята? Они не умеют трех! Три, два, один! Три, три, два! Три, три, два! Не умею я его! Бравый, согласен! Тихо, тихо, стримай, 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 стримай! Три, 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 три! Эм, пять! 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 Йоооо! Так непривычно делать трехи! Обычно я не умею их делать! вообще тапки не тянут давай долей 0 и хил я и так попробую его не умею у меня 5 прям вообще easy фейк фронтсайд флип фейк фронтсайд флип да ну что он не сделал стабильный трюк вообще что ты хочешь да лера биг спин сначала игры делал Вау, вау, вау 5, 5 Пойтил 8, а не 9 Давай, лас, ты сможешь Смогешь Почти Так близко Маленький фрагмент видео не записался Там, где я сделал Свич флип и ноли флип И дамка его не повторила И у дамки плюс 2 буквы Свич хил Маленький флип Давай последний букв Найсс Это был ноли Говно, как говорит Антон Борисов Но я сделал ноли бэксайд флип Ты его умеешь, так что давай Нет, я его ни разу не делал В смысле? Ну все Найсс Так, смотрим что по тапочкам Ну в принципе, ничего не изменилось От одной игры в скейт А в свич Ну тоже, было всего несколько флипов Надеюсь, вам понравилась такая игра в Game of Skate Пишите также снимать нам еще Подобный контент Именно игры в Game of Skate Там еще Никиты сегодня с нами не было А Никита умеет столько трюков Он делает свич треху, ноли треху У него очень большой аксинал ноли трюков Так что будет интересно посмотреть Если вам действительно это интересно То пишите в комментариях Мы обязательно снимем Еще и с Никитой Game of Skate По тапкам Я сейчас еще чуть-чуть покатаюсь Раскатаюсь в них И скажу вам Итог Нравится мне, нет Но пока что Мне действительно нравится Без стелек В них кататься очень тяжело будет А в принципе вставил стельки И Ну пока пойдет Что делать, если вот такое безвыходное положение И неоткуда купить нормальные тапки В итоге Сегодня третий день катки Посмотрим, что с моими тапками Я их окончательно порвал вот здесь Вот здесь была дырка прямо насквозь Мне пришлось залепить заплаткой Кусочком замши от старых кед Ну и здесь Это замена шуги Клей-момент Просто Вот такой он пленочкой засыхает И Помогает Дольше жить кедом И так же в принципе нормально тянет А разница между шугой в том Что он стоит 100 рублей А шуга стоит 350 Также, друзья, в сомнениях Какой тайминг видео мне делать То есть Минут 8-10 Или Минут 13-15 И если этот Видос Длинный Причем Вы досмотрели до конца Напишите Можете написать просто слово Скейт И Всем будет понятно Что вы досмотрели до конца Вы красавчик А тот, кто в начале видео Зашел под этот видос В коменты И Не будет понимать Почему все пишут слово скейт Давайте Прикольно будет Ну и так же Спасибо тебе за просмотр Спасибо, что ты досмотрел до этого момента Посмотрим Будет человека два или побольше На скейте Для кого-то И на Да Бля Липа Теперь Мэниками мериться будете? Сейчас будем мериться Мэниками У тебя камера вырубается Все, сдохла Аня еще жива